В индустриальном районном суде выслушали приговор два 19-летних приятеля, которые похищали из бутиков одежду. На счету молодых людей 10 краш с общим ущербом порядка 130 тысяч рублей. Один из воров работал грузчиком, а второй администратором в компьютерном клубе. Все преступления они совершили осенью прошлого года в торговом центре Броскомол. Мужчины предпочитали недорогие магазины модной молодежной одежды. Крали в основном брюки, джемперы, футболки и толстовки. На дело приятели ходили то вместе, то поодиночке. На счету одного из них 4 криминальных эпизода, у другого все 10. Из-за большого ассортимента товаров продавцы не всегда замечали пропажу сразу. В магазине Тиранова, например, в начале октября подельники провернули кражу настолько незаметно, что персонал обнаружил исчезновение вещей только неделю спустя. Свои куртки подельники носили подмышкой и в этом не было ничего необычного, так делают многие покупатели. А в них молодые люди заворачивали похищенные вещи, стараясь держаться вне поля зрения продавцов бутика. Одежду подельники брали не для себя. Краденое за бесценок продавали случайным людям. Во время обыска у них ничего похожего не нашли. Полицейские установили, что несмотря на довольно юный возраст, оба задержанных в криминальном мире были далеко не новички. 19-летние злоумышленники проживают в Краснофлотском районе. Оба подельника ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Один из подозреваемых, являясь фигурантом уголовного дела об аналогичном преступлении, скрылся от суда и был объявлен в федеральный розыск. В отношении этого молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По всей стране молодого человека искали тоже за кражу. Дело уже было направлено в суд, но процесс застопорился из-за неявки подсудимого. Он игнорировал вызовы, вместо этого продолжал промышлять мелким криминалом. На этот раз его поместили в следственный изолятор. Его сообщник дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор суд вынес обоим условный. Грузчика, который крал реже, приговорили к 2,5 годам, а администратора компьютерного клуба к 3,5 годам условно. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Андрей Алферов.